Здравствуйте, мои волшебники, мои ведьмочки, мои любимые, мои дорогие, самые лучшие подписчики у меня. Сегодня мы с вами погадаем, в том числе используя даже какие-то экстрасенсорные мои способности, на замечательную тему, что мы хотят сказать, духи вашего рода, ваши хранители рода и просто те духи, которые выйдут с нами на связь, это именно большой расклад, то есть у нас до этого был такой расклад от наставников, небольшой, а сейчас именно будет очень большой расклад на три позиции. И именно в настоящий момент, что духи рода хотят для вас сказать, какое сообщение передать через меня, через карты. Я всегда стараюсь использовать при записи видео, гадания, свои экстрасенсорные способности, чтобы почувствовать, кто пришел и кто пытается сообщить какую-то не было информацию, ну так скажем, из тонкого мира. Эта информация бывает невероятно полезной. Я стараюсь помочь тем, кто чувствует себя потерянным сейчас или просто хочет немного заглянуть в будущее. И для того, чтобы заглянуть в будущее, для того, чтобы получить послание от духов рода, вам нужно будет выбрать один из трех вариантов. Вот. И дальше перейти на свой тайм-код. Но здесь еще, знаете, вот можно, кстати, использовать такой хороший способ, не напрягать, допустим, свою интуицию, если вдруг вы ей не совсем доверяете, а попробовать, например, воспользоваться генератором случайных чисел в Google. То есть вы вводите поиск генератор случайных чисел, ищите любой, ставите диапазон от одного до трех, и вам выпадает число, цифра, да, цифра 1, 2 или 3, и вы такой вариант и смотрите. Это тоже неплохо, согласитесь. Кстати, у нас началась осень, сейчас потихоньку желтеют деревья. Я вот так начинаю замечать, что чуть-чуть спадает даже температура на улице воздуха. Замечаете ли вы это в своем регионе, да? И нравится ли вам вообще осень, как вы к ней относитесь, мне прямо интересно стало. Потому что многие переживают из-за того, что вот, пока не будет еще тепла, еще не совсем, еще рано включать отопление, но уже дома начинает по ночам немножечко холодать, и все переживают, и скоро будет дождь, считают, да, и все такое. И поэтому мне вот интересно, любите ли вы все вот эти осенние проявления, что вам вообще нравится больше всего осенью. Так вот, перейдем к нашим трем позициям. Да, если вы захотите, вы можете воспользоваться, естественно, генератором случайных чисел. Это очень удобно. Итак, гадать я буду на Таро Райдос, также Ленорман, Лиловые и Вишневые сумерки, и карты Лейдинга. Вот сегодня три колоды на каждой из трех позиций, естественно, будут участвовать, да. Но сначала я наши колоды, вот эти две, пока отставлю в сторону. Вот, и буду использовать сначала для того, чтобы разложить три позиции, нашу колоду Таро. Виктория Райдос, это экстрасенс, из битвы экстрасенсов. Вот там девочки, которые, мальчики там, да, участвовали, они, многие сделали, ну, некоторые, да, колоды Таро. Вот есть, как вы знаете, Таро Николь Кузнецовой и Антона Мамона. Есть Таро Шепса и Киро. У меня тоже есть эта колода, соответственно, да. Ну, и есть вот Таро Виктория Райдос. Я ее купила как раз, прям перед отъездом. Из России. Так, вот, значит, наша колода. Итак, смотрите, какая красивая колода. Нравится ли она вам? Как у вас к ней отношения? Мне она очень нравится. Она поделена, видите, на верхнюю и нижнюю сторону. То есть, типа, если ты читаешь вдруг перевернутые карты, то вот Паш Пентакли будет выглядеть именно вот так. А если ты читаешь прямые, то он будет выглядеть вот так. Но я читаю только прямые карты, однако иногда обращаю все-таки внимание вниз. Вот, смотрите, да, карта Мир. Такая вот тут карта Мир. Значит, и совсем другая перевернутая карта Мир. Интересно вот это тоже, да? Ну, хорошо, давайте перемешаем нашу колоду. Тщательно перемешаем. И те, кто смотрит видео сначала, для кого это все-таки, ну, как уже приятное дополнение, мы посмотрим совет высших сил еще, да, когда сдвинем колоду. То есть, что на дне у нас? Как вообще высшие силы, что хотят сказать вам сейчас, когда мы перемешиваем колоду, и вышла карта Луна. А ведь у меня на улице как раз темно, и светит Луна. И видите, как интересно, да? То есть, ночное время суток карты показали. И под Луной у вас могут происходить совершенно потрясающие вещи в жизни в скором времени. Запомните эту карту, запомните. Она дает очень много откровений из вашего подсознания. Ваша связь с Луной, она здесь совершенно точна, да? То есть, вы зависите от Луны. Когда полнолуние или новолуние, вы чувствуете что-то, что тянет вас, даже, может быть, смотреть на Луну, да? И, ну, не знаю, может меняться настроение, еще что-то. Поэтому лунная энергия должна быть вами использована. Возьмите кристаллы, возьмите воду. И когда будет полнолуние, это будет, по-моему, 10 сентября, вам нужно поставить стакан с водой или там емкость с водой открытой именно в место, где будет освещать Луна, да? И она зарядит вашу воду. Но главное, чтобы эту воду не видел солнечный свет. Эту воду можно для омоложения добавлять в ванну, когда вы моетесь. Несколько капелек или когда вы умываетесь. Вот она при непосредственном использовании может со светом контактировать, но стоять на свету ей нельзя. Итак, выкладываю три карты. Это три человека, три позиции, да? Кто пришел на расклад, ну, то есть мы смотрим ваш идентификатор. Это важно. То есть вы выбираете для себя свой идентификатор. Вот я вам сказала, да, что вы можете интуитивно выбрать, можете по номеру позиции, а можете генератором случайных чисел. Ой, в YouTube, я хотела сказать, в Google. Так, давайте обозначим наши позиции все-таки знаками. Первая позиция у нас вот такая ложечка. Так, ложечка, да? Это ложка за грибушкой. Она деньги привлекает. Янтарная ложка за грибушкой. Так, вторая позиция у нас будет Эйфелева башня, да, Эйфелева башня. И третья позиция, третья, это ключ. Вот такие у нас с вами три позиции, да? Итак, надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Обязательно уделите этому время, чтобы выбрать. Не торопитесь никуда, когда вы смотрите, особенно большие расклады, нет смысла торопиться, да? Ну все, я убираю наши последние две позиции. А первую, естественно, здесь оставляю. Куда мне положить? Куда же мне вас положить? Итак, итак, наша ложка за грибушкой, да? Вот сюда я кладу. И первая карта. Давайте смотреть, кто пришел на расклад. Туз Жезлов. Такой красивый Туз Жезлов, прям шикарный. Посмотрите, ну это же надо. Вы такой человек яркий очень, очень интересный человек. Неординарный совершенно, да? Мне нравятся Тузы Жезлов. Очень нравятся. Я считаю, что это люди идейные, те, которые действительно умеют генерировать идеи. Ну и также я вам скажу, что человек, вот который пришел на расклад, да, сегодня, то есть это вы, да? Вот ваш характер, может быть, ваша натура. Вы все-таки лидер и тот, кто умеет что-то создавать, что-то делать такое вот отличное от других людей. И когда они на вас смотрят, они чему-то всегда учатся, они хотят чему-то подражать вас. Вот. Вообще у вас может быть склонность немножко дела откладывать, потому что Туз Жезлов – это не действие еще, а только планы к действиям. У вас могут быть прекрасные идеи, но вы еще пока не воспроизводите, например, их в жизнь. И вы должны, по сути, уже делать, воспроизводить, создавать что-то своими руками, да, именно воплощать в жизнь. Но так получается, что вы в себе не совсем уверены бываете из-за этого, из-за того, что идея есть, а как ее воплотить, я не всегда знаю и понимаю. Хотя я лидер по натуре, да. У вас много планов на будущее, много, причем удивительных планов. И вам действительно трудно, ну, большую часть времени, вы как будто бы откладываете свое будущее, вот и свои вот эти планы, да, потому что боитесь этой неудачи. На самом деле неудача является частью процесса обучения. И, ну, может быть, и для меня, например, недавно были какие-то события, которые учили меня чему-то, да, там были какие-то сбои. Вот недавно, например, был случай, я записывала видео на YouTube, полностью его записала, и оно стерлось. И представляете, вот, если бы я поступила, как вы в каких-то местах, да, в своей жизни, ну, например, взяла бы и ничего не стала записывать дальше. На следующий день бы встала и записала другое, а этого бы видео не было. Ну, так ведь не бывает. Я не сдалась. Я села и записывала снова это видео. То есть, ну, естественно, карты уже другие выпадали. Я уже говорила другие вещи, но тема была такая же, да. Я его перезаписала и выпустила. Вот на самом деле я могла позволить этому случаю расстроить себя. Причем по-настоящему, да. И вот я знаю, что каждый раз, когда вы терпите неудачу, вы становитесь лучше. И вы совершенствуетесь. И это означает, что вы учитесь. И каждая неудача означает, что вы на один шаг ближе к успеху. Так что, может быть, вы первая позиция откладываете свои идеи. Может быть, вы откладываете достижение того, чего вы хотите. Потому что боитесь этой неудачи. Но угадайте, что на самом деле, может быть, она и произойдет, да. Но вы ее пройдете и просто добьетесь успеха. То есть на самом деле это вполне может реализоваться в вашей жизни, если вы просто перешагнете через неудачу. я не говорю, что она вас не посетит. Я не могу этого обещать. Но вам нельзя воспринимать свою неудачу хуже, чем все остальные люди. Посмотрите на меня. Я не воспринимаю ее плохо. Я воспринимаю ее как урок. И вы можете делать абсолютно так же. Но вы воспринимаете хуже, потому что каждый из нас находится в своем вот этом эгоистическом мире, да. Потому что из себя мы выпрыгнуть не можем. И мы как нарциссы такие. Мы живем в вакууме, в этом эгоистическом вакууме, да. И мы все главные герои фильма, которые мы крутим в своей голове. Вот. Я немножечко, немножечко добавлю вам карт, которые вас обозначают. Потому что это уже дух разговаривает с вами, дух рода о вас, да. Так, а вот она, Луна. Вот смотрите, мы когда начинали это видео, да. Кто-то, если видел, может быть, кто-то нет. Но мы уже эту Луну видели с вами. Интересно, да. Луна и четверка Пентакли. Вот я говорю, вот только что я рассказывала, что вы можете хоть трижды быть тузом жезлов, но это не означает ваши действия. И действительно, действительно, вы можете, вот судя по Луне и по четверке Пентакли, Пентакли делать действительно хорошую работу. Вот правда, вы действительно можете быть профессионалом, но при этом, но при этом не воплощать в жизнь свои какие-то идеи, свои радости, то, что вы на самом деле хотите для себя. Вот представляете, насколько вы себя иногда запираете в те рамки, которые вы для себя выстроили. А ведь можно было просто брать и делать, и перешагивать через неудачи, через полосу неудач, и делать все больше и больше. Получается так, что, судя по этим картам, вы можете не фильм ужасов крутить в своей голове о себе, а комедийные, например, фильмы, посмеяться над собой. У вас подсознание, оно только так в последнее время выходит на свободу, на поверхность. И часто вы начинаете немножечко ограничиваться от других людей. А люди определенно есть в вашей жизни, которые в настоящее время для вас как зеркала, они отражают вас, поэтому выпала луна. То есть есть кто-то, кто является вашим отражением. И раз этот кто-то есть, он провоцирует вас, как будто бы даже действительно берет и раздражает вас. И может быть даже злит. Но это поведение, которое вызывает у вас вот эти все эмоции, какие-то реакции, на самом деле это просто ваше отражение. И, ну, да, большинство людей не видят себя ясно со стороны. Люди, их поведение почему называются нашими главными зеркалами? Потому что нам легче видеть вещи какие-то в других людях, а не в себе. И это не так уж и странно. Поэтому духи рода, они пытаются помочь вам с самоосознанием. Они приводят вас к людям, которые отражают вас. и к поведению, которое вас бесит. Но вы относитесь к этому поведению, потому что вас бесит что-то, ну, вот, именно так, да, раздражительно, потому что вас бесит что-то в себе. но вы этого не замечаете. И в равной степени если вы восхищаетесь чем-то в себе подсознательно, да, то вам будет что-то нравиться в других людях, что содержится в вас. Вот представьте. Поэтому, когда вы кого-то видите, там, не знаю, YouTube, какие-то блогеры, звезды, ну, люди, которым вы хотели, вы там, не знаю, подражать, или которыми вы восхищаетесь. Вам нужно понять, что это люди настолько уверенные в себе, настолько харизматичные, нравятся вам, потому что в вас есть все эти качества. Вы их видите, вы в себе их тоже замечаете, да, культивируете. Вы их видите в них и восхищаетесь просто потому, что в себе этими же талантами, этими качествами восхищаетесь. То есть, все эти люди, которые вам нравятся вокруг вас, да, они просто отражают ваши хорошие черты. Ну, и вы не можете в себе видеть эти черты, как любой из нас. Но в то же время Духи Рода, они пытаются помочь вам обрести себя, да, вот это осознание, когда ставят на вашем пути знаменитостей, блогеров, там, не знаю, знаменитых художников, еще кого-то, чьи-то истории, которые либо нравятся вам, либо расстражают вас, либо вы действительно что-то в себе любите и восхищаетесь, да, либо вы что-то в себе ненавидите и не можете, не можете это преодолеть. на самом деле некоторая философия, да, которую я рассуждаю сейчас. Ну, в любом случае, я считаю, что это наводит на некоторые мысли, да. Если вы хотите обрести некоторое самосознание, то есть понять, кто вы есть, посмотрите на то, что вы замечаете в других людях, и это будет отражать ваши хорошие и плохие черты. Так что Духи Рода Вселенная в последнее время вам посылали много людей. Ну, даже пусть они были бы в интернете, но они вам посылали очень много людей, чтобы, ну, показать вам, кто вы. Просто показать, кто вы, Хорошо, давайте добавим немного карт, что еще вам хотят сказать Духи Рода. Что они еще вам хотят сказать? Тут у нас, значит, выпали, смотрите, десятка жезлов, карта такого титана, да, который на себе несет непосильную совершенно ношу, башня, башня, ну, то есть карта, показывающая ту, может быть, некую тюрьму, которую мы сами для себя создаем в жизни, и иерофант, да, иерофант, все-таки, иерофант, если так, его по символу, да, рассматривать, это праведный человек, как вы, наверное, много раз уже замечали про него. Ну, давайте рассуждать про наши карты, давайте рассуждать. на самом деле в вашей жизни в последнее время может быть, были возможности для успеха, для победы, для признания, ну, может быть, даже для карьерного роста были какие-то возможности, однако вы как будто бы задумывались, задумывались над вот этой возможностью, над этой работой, и вы понимали, что иногда это слишком тяжело, иногда вы не можете преодолеть себя в этой тяжести, иногда вы не можете нести на себе слишком непосильную ношу, да, и ну, может быть такое, что ваши духи рода хотят, чтобы вы знали, что люди, которые есть даже на вашей работе, допустим, на вашем, там, не знаю, в вашем там учебе, там, бизнесе, да, вот где, все, что где вы связываете свою жизнь с какой-то деятельностью, раз у них есть много зеркальных качеств, то, значит, многие люди хотят вот вашей работоспособности подражать, помните, я говорила, да, что когда вы видите в людях что-то хорошее и хотите им подражать, это есть в вас, но также есть люди, которые хотят подражать вам, да, вот вашей силе, вашей работоспособности, вы имели возможность для победы, вы имели возможность для карьерного роста, для подъема вверх, но считали это слишком сложным, однако вокруг вас как будто в этом же мире, да, рабочем, учебном или еще каком-то собрались люди, их тоже послали вам в духе рода, которые восхищались вами, потому что в них есть эти положительные качества, и ваша личная популярность, она начала по сути расти, вы могли получить признание от людей даже, не знаю, в социальных сетях, и у вас, вот как будто бы пошло такое вот как неискренность, да, чувство неискренности, может быть, со стороны тех, кто восхищался вами, и даже состояние вот как перегорели и все, ну вот видите, тут, да, такие тяжелые карты, вы перегорели и все, и получается, что вы были не в состоянии увидеть, насколько вы умеете мастерски работать, насколько вы умеете там что-то делать правильно, да, и насколько вы молодец, хотя люди всячески вам об этом свидетельствовали на самом деле, то есть духи рода вам их посылали, чтобы вас приободрить, но вы этого все равно не понимали, вот как ни крути, вы не могли дойти до этого сознания, чтобы прочитать этих людей, вот, ну, скорее всего, большинство людей, кто смотрит первую позицию, просто желают от всей души овладеть каким-то мастерством, навыком, стать профессионалом, может быть, в чем-то, или уже вы находитесь на том этапе жизни, что вы что-то делаете каждый день, и делаете это замечательно, либо вы каждый день трудитесь для того, чтобы отточить какой-то навык, вот, однако вы как будто бы думаете, что самосовершенствование это слишком сложно для вас, вы хотели бы дойти до вершины, но вы часто культивируете в себе негативные мысли о себе, о своем творческом каком-то, ну, не знаю, самовыражении, вы думаете так, я не заслуживаю такого успеха, у меня синдром, ну, не знаю, самозванца, я там, который не готов к высокой должности, я не готов там, к тому, чтобы получить повышение или популярность, или перейти на более хороший факультет, вот у вас блок внутри стоит, и его пора разрушать на самом деле, духи рода хотят просто, чтобы вы избавились от этого блока, вот ваши негативные мысли, они вам говорят, что вы в любом случае потерпите неудачу, вы самозванец, но на самом деле ведь это не так, и это просто вас сдерживает, не дает вам преуспевать, между прочим, между прочим, даже если вы бы потерпели неудачу, я вам говорила выше, через нее просто нужно перешагнуть, не больше, и не меньше, просто перешагнуть, и получается, что когда дело доходит до ваших финансов, до денежек, вы как будто бы источаете много блестящих идей, новых, как зарабатывать больше денег, каким образом, и чтобы вам было хорошо, и чтобы это вам соответствовало, то есть у вас начинает работать вот этот творческий процесс, может быть даже речь какую-то практиковали перед зеркалом, да, то есть это по сути ваша истинная натура, но вы себя отдергиваете, может быть вы даже хотите пассивно зарабатывать, или там каким-то способом, который вам очень нравится, да, который вы любите, но вам как будто сейчас в жизни немного скучно, потому что на вас давят, праведный человек это символ кого-то уж больно правильного, да, и этот человек может перебарщивать в этой правильности и разрушать вас, может быть кто-то на вас авторитетом давит, может быть кто-то тормозит вас, но опять же, я еще раз повторю, в нем есть ваши хорошие качества и ваши плохие качества, посмотрите у него как зеркало, если вы хотите, чтобы он изменился, меняйтесь вы, просто берите и меняйтесь, да, вам немножко сейчас возможно скучно, да, вы чувствуете, что слишком перегружены, вы избегаете может быть своих обязанностей, ну вот прямо сейчас в жизни, вы не так дисциплинированы, не так преданы делу своему как раньше или там своей учебе, и пытайтесь вернуться к своим вредным старым привычкам, и это нормально, на вас влияет просто там не знаю негативная планета Сатурн, да, или еще что-то, вы склонны может быть игнорировать ваши какие-то обязательства, и высшие силы духи рода они видят это, что вы игнорируете, что вы как будто бы не во всем хотели бы преуспевать, просто даже себя блокируете, потому что боитесь сбивайте себя с толку вам мне кажется нужно просто не знаю там дневник вести с тем чтобы себя как-то поддерживать в жизни потому что вы можете абсолютно все вот следующая карта у нас рыцарь пентаклей следующая карта у нас десятка пентаклей вот смотрите какие карты выпали получается что вы можете самореализоваться вам нужно подбадривать себя вам нужно каждый день говорить о себе хорошие слова вам нужно понять людей которые окружают вас всех абсолютно потому что вы уже чувствуете что как вы выглядите со стороны вы начинаете понимать сейчас когда мы разговариваем с вами и вы на том уровне самореализации когда вы превращаетесь в лучшего человека которым можете быть видите лучшего человека которым можете быть давайте я вам его поближе покажу то есть он растет он профессионально явно растет и он идет к чему к хорошему финансовому достатку а все почему такой человек идет туда потому что он не боится он не боится никаких ошибок он не боится получать опыт он не боится оступиться и он не боится показать себя он просто медленно идет вверх не торопитесь идите медленно но главное каждый день совершать какие-то шаги да вы чувствуете себя не в своей тарелке но пришло время по-настоящему задуматься над тем кто я кто вы кем вы хотите быть в этом мире как я хочу чтобы меня воспринимали как я хочу одеваться как я могу быть лучшей версией себя вы знаете вы задаваете вопросы о себе вы поможете себе вы внесете ясность в свою голову и ваши духи рода они ведут вас к тому чтобы действительно просто делать они вас благословляют понимаете и в ближайшие 30 дней ваши духи рода они хотят вам дать некоторую надежду на будущее вам можно ждать эту надежду вот что-то будет такое прям хорошее в вашем вашей судьбе да по поводу самореализации и денег смотрим дальше что скажут карты или норман давайте тут немножечко развернем что еще вам духи рода хотят сказать развернем наши карты или норман башня она здесь совершенно трактуется по-другому чем в колоде таро однако посмотрите они похожи по картинке странный знак от духов рода странный знак также кольцо кольцо и сад вы знаете эти карты эти карты они хотят вам по сути сказать что тут есть сообщение от духов рода по личной жизни по личным отношениям у вас есть время сейчас действовать прорываться прям в личных отношениях но старые какие-то блоки старые шаблоны вам немножечко так мешают и пытаются вас тормозить тормозить а вам нельзя останавливаться ни перед чем понимаете и соответственно любовь это обязательство любовь это обязательство помните об этом вот допустим любовь это когда вы что-то делаете для других даже когда вам это не нравится я чувствую что духи рода хотят чтобы вы это поняли сейчас чтобы вы это знали вот я люблю своего мопса Демида я его очень люблю и может быть мне не нравится что у него плохо ходят задние лапки что ему нужно каждый день чистить ухо у него отит у него нужно чистить зубы каждый день потому что у него что-то там с зубами нужно собирать какахи когда он покакал на улице когда его выводишь гулять мой муж его любит он его выводит на улицу и вы думаете кому-то из нас это все нравится кому-то из нас нравятся эти обязанности которые нужно каждый день выполнять нет вы знаете никому не нравятся такие обязанности но мы любим Демида своего мопса мы его любим вот я его люблю да я люблю когда он прижимается ко мне когда он обнимается когда он храпит рядом вот когда мы снимаем с ним вместе видео потому что он очень любит сниматься это он меня заставил и он меня каждый раз заставляет снимать его в шотах на канале и я ни разу его не просила и не заставляла это делать это он меня заставляет вот понимаете потому что я его люблю и нужно понимать что такое любовь любовь это не только секс и вот у вас скорее всего вот как мне ваши духи рода говорят у вас как-то в жизни были нехорошие примеры ну бывает такое что вы привлекали людей скорее всего в свою жизнь эмоционально незрелых вот совершенно эмоционально незрелых да наш сад что такое сад это когда ты пришел на тусовку потусил и может быть у тебя был секс или флирт да а что дальше ну вот люди люди они они когда видят вас многие заводятся вы привлекаете почему-то вот это порода у вас пошло да скорее всего эмоционально незрелых людей они когда видят вас они пылают страстью они заводятся они вас хотят но нужно-то дальше куда-то двигаться вот вы получили негативный опыт потому что с одной стороны они вас хотят а с другой стороны ничего не могут вам дать вот такое дать как обязательство как бы они не могут что-то сделать ради вас даже если им этого не хочется и вот можете ли вы так делать я думаю что вы можете делать так я думаю что вы понимаете что такое настоящая любовь что нужно выполнять то что тебе не хочется ради этой любви да это не жертва это ради любви вы делаете это не жертва жертва это когда ты не любишь но делаешь а любовь это когда ты вот любишь вопреки всему несмотря ни на что ты любишь. И вот хочется в этой любви, в этих обязательствах, взаимности. Ну, допустим, если я люблю своего мужа, я ради него пойду и приготовлю поесть. А он ради меня пойдет и пропылесосит. Понимаете? И он все это сделает еще и ради нас обоих, а я тоже так же. То есть, понимаете, это не только секс. И многие не понимают этого, что любовь это не только секс. Многие этого не понимают, особенно в раннем возрасте. 18, 19 лет, 17 лет. И, соответственно, духи вашего рода, они хотят, чтобы ну, пусть отношения будут для вас даже сложными, но с настоящими чувствами. Потому что легких отношений не бывает. Они бывают, но тогда это отношения на несколько ночей. Три месяца, например. вот в следующие 30 дней у вас улучшатся отношения. То есть, я это даже слышу, как ваши духи рода говорят, у вас улучшатся отношения в ближайшие 30 дней. но главное, когда вы привлекаете людей, а вы как магнит для них, чтобы вы разобрались, что это эмоционально зрелый человек, который понимает, что такое любовь, и что любовь — это обязательство. И других, никаких людей, вам привлекать в свою жизнь нельзя. А вот если у вас есть такой человек, который понимает, что любовь — это любовь, и что нужно ради человека, ради этой любви что-то делать, и причём это должно быть взаимно, то у вас наступит в ближайшие 30 дней понимание этого повторно и как-то по-другому, и вы начнёте ощущать с ним духовное единство, самое настоящее, то, которого не было до этого. А всё почему? Потому что с вами разговаривают духи рода, и они вас благословляют, они дают вам надежду, они хотят вам поднять настроение, и они хотят, чтобы вы в своей жизни получили любовь не на 3 месяца, она на всю жизнь. И даже если у вас есть такой человек, чтобы вы тогда наконец-то поддержали этого человека, наконец-то проявили к нему приверженность, что ли какую-то, самоотверженность, преданность, и почувствовали от него такую же реакцию. Да, у вас есть опасность, всегда есть опасность завести вот такие незрелые отношения. Она у вас прямо есть. Она у вас присутствует каждый божий день, даже если вы в отношениях находитесь. Потому что к вам в ближайшие 30 дней, скорее всего, по саду, я вот даже сейчас хочу уточнить, начнёт подкатывать человек. Если вы мужчина, это будет женщина, если вы женщина, это будет мужчина, поклонник, да? Так, я вот вытащила вторую десятку кубков. У вас есть все шансы, видите, иметь зрелого человека с императором, да? И с шестёркой жезлов. Вот у вас есть все шансы иметь рядом зрелого человека. Дальше, значит, императрица, солнце и семёрка жезлов. Всеми силами, всеми силами вам нужно стоять на том, чтобы ваша семья, ваши серьёзные отношения никем были не нарушены. Вот прям стоять по семёрке жезлов и охранять, и охранять свои отношения. Почему? Потому что вы слишком привлекательный человек, да? Вы слишком привлекательный человек. И в ближайшие 30 дней вас могут провоцировать посаду. Видите, коса выпала. Коса – это страсть, очень часто, которая разрушает. То есть не страсть созидательная, а страсть разрушительная. Лиса, видите? Хитрый лис врывается в вашу жизнь, да? Хитрый лис. И корабль. Ворвался, а потом уплыл этот хитрый лис. Вот видите как? Вот я говорю, вам карты прямо показывают, что будьте осторожны, может прийти поклонник, эмоционально незрелый, он будет вас боготворить, он будет чуть ли не на руках носить и валяться в ногах. Но! Но! Не соблазняйтесь! Потому что у вас должно быть все иначе. У вас должна быть семья, у вас должен быть император, шестерка жезлов, да? Императрица с солнцем и семерка жезлов. Вот ваше будущее. А не вот это вот, лиса в саду, с косой, да? Если вы сейчас ступите с кем-то с незрелым в отношениях, не больше трех месяцев, вот не больше. Но если вы дождетесь своего человека, или он уже у вас есть, и вы его не предадите, у вас эта любовь будет на всю жизнь, это будет выбор на всю жизнь. То есть не просто чувство, не просто секс, а выбор. Выбор на всю жизнь, да? Вот что важно. Я думаю, что если с вами кто-то будет в отношениях, он будет этим гордиться. Если с вами кто-то уже в отношениях, он уже этим гордится. Правда же? Потому что, ну, у вас может быть с кем-то коннект, да? У вас это видно по картам, что может быть серьезные отношения есть или будут. И вы достойны этого, на самом деле. Просто нужно уметь видеть это, видеть, проверять этих людей, да? Которые рядом находятся. На самом деле, вы можете даже получить признание в любви в ближайшие месяцы от тайного поклонника. Ну, то есть некоторые из вас могут получить такое признание от тайного человека. Потому что, я говорю, многие прям хотят вас. Прям многие хотят. Хорошо, давайте немножечко еще вот тут вот карты лидинга. развернем. Вообще, я считаю, что почему вас хотят, да? Потому что вы, опять же, любите, может быть, свое тело. Кто-то бы отдался удовольствием, лег на диван и ел калории сплошные. А кто-то как-то может себя держать в руках, да? Вот вы сейчас любите свое тело. Поэтому люди начинают липнуть. Поэтому эмоционально незрелые люди тоже начинают липнуть. Так, смотрим. Карты лидинга. Тут все прям про деньги. Все прям про деньги. Банк. Видите? Все про деньги на картах лидинга. Хорошо. Давайте обсудим теперь эти карты. Что хотят сказать в духе вашего рода, да? У нас большой расклад. Смотрите. Вы, скорее всего, беспокойтесь о своих финансах, о своих деньгах. Может быть, даже ваши деньги, если они у вас есть, наносят вам, не знаю, некие страдания приносят, да? Там некий ущерб даже, кажется. Почему? Потому что вы считаете денег никогда не бывает достаточно или никогда не бывает много. Если у вас нет денег, вы вообще постоянно беспокоитесь. И как только они появляются, вам кажется, что кто-то их собирается украсть. Вы, многие люди вот хотят быть богатыми, да? Но большинство людей не понимают, что когда у человека есть куча денег, это не так здорово. Вот вы это чувствуете. И вы постоянно беспокоитесь о том, что ну кто-то сворует ваши деньги, кто-то вас ограбит. У вас постоянно, когда есть деньги, страх есть за свою жизнь. Это блоки. Это блоки, это настоящие блоки. Как бы у вас было богатство, может быть, в роду, потому что духи рода же это говорят, да, что у вас было богатство в роду, но потом это как-то закончилось плохо. И соответственно, соответственно, вы это как-то переняли, да, вот эти программы рода. Вы боитесь больших денег. Однако, вы также смотрите, может быть, на звезд, например, что, в чем опасность? Мертвая звезда зарабатывает больше, чем живая. Почему? Потому что люди начинают мертвых боготворить. Вот как боготворят Виктора Цоя, да, его боготворят по-настоящему. Мэрилин Монроу, Элвиса Пресли, их всех, что делают? Боготворят по-настоящему. Вы думаете, они зарабатывали при жизни больше Высоцки, да, больше или они мертвыми больше заработали? Как вы считаете? Вот, мне кажется, вы тоже смотрите на все это. И вам кажется, что где-то есть какой-то большой заговор, у вас внутренний конфликт против больших денег. Вам кажется, может быть, что если вы уже заработаете, то после того, как ваша жизнь окончится. Потому что вдруг вы прославитесь, да, и тогда они могут воспользоваться. То есть вы боитесь как денег, так и славы. Вот заметьте, вы боитесь как денег, так и известности, популярности. А вдруг эта популярность обернется тем же, как для любого из этих людей, кого я перечислила. Мало ли что. А ведь они до сих пор зарабатывают. Миллионы, миллиарды. Иногда, да. Вот. Конечно, вам нужно это прояснить для себя. Вам нельзя бояться денег. Вы в течение месяца уже начнете получать признание на вашей работе или карьере, или там в бизнесе, или в учебе. То есть, вы поймете для себя, чего вы боялись. Ну, вы же боялись бутафории какой-то. Вы можете распоряжаться своей жизнью так, как вы хотите. совершенно вам не надо бояться. Вы должны надеяться на то, что все будет хорошо. Вам не надо бояться, что вас убьют из-за денег, потому что никто этого не сделает. Духи рода вас поддерживают. И никакого синдрома самозванца у вас быть не должно. Вы не самозванец. Вы хороший человек, который может быть достойный больших денег. И, конечно же, в скором времени у вас будет столько благословений от духов. Вот в ближайший месяц уже будет очень много. У вас могут возвращаться прошлые отношения, у вас могут улучшаться условия работы, карьеры, учебы. У вас все это может быть уже очень-очень скоро. Ну, месяц-два максимум. Понимаете, тут идет даже информация, что кто-то или друзья, или какой-то близкий человек захочет вернуться в скором времени. Захочет вернуться. И будет, может быть, кто-то извиняться, пытаться загладить свою вину. Понимаете? Как нежность такая идет. И это тоже связано, почему-то с вашими денежными каналами. Поэтому вот у вас идет сейчас такой момент, вы можете духовно пробудиться, и очень много интересного может происходить в вашей жизни после вот этого духовного пробуждения. Вот как будто вы, как птица феникс, начнете просто возрождаться. Просто возрождаться. Ну, хорошо, вот такое сообщение сегодня передали духи рода нашей самой первой позиции. А мы идем с вами к позиции номер два. Позиции номер два. Итак, что вам хотят сказать духи рода? Давайте посмотрим, кто у нас тут есть. Эйфелева башня. Что вам хотят сказать духи рода? И первая карта это как раз таки кто пришел на расклад. У нас тут целый маг на расклад пришел. Вы так скажем человек очень способный, лидер по натуре. Часто вы бываете несколько эгоистичны, потому что готовы побеждать несмотря ни на что. То есть вы такой человек, что хотите добиться во что бы то ни стало чего-то, чего вы хотите для себя. Соответственно вас сюда привело на расклад сразу же. Потому что духи рода хотят с вами поговорить с таким вот магом. И вы постоянно в жизни как будто бы взбираетесь на гору. Вы хотите получить постоянно чувство достижения. У вас амбиции. И в последнее время вы себя чувствовали человеком на высоте. Боже мой, многие из вас могут быть под влиянием солнца и в то же время луны. И многие из вас могут быть под знаком зодиака, например, козерог, овен. то есть тот, кто напролом тащится. Даже если препятствия видит, вот амбиции так прут, что я через эти препятствия через все перешагну. То есть у вас есть какие-то сейчас возможно в жизни карьерные цели, денежные цели. Ни за что не остановитесь. Будете идти вперед. и духи рода они подходят к вам, да, и они хотят помочь вам. Ну вот достичь тех трудных целей, которые вы ставите перед собой. Да, это очень амбициозные цели, это мечты на будущее такие громадные, грандиозные. То есть вы понимаете, что у вас большое будущее. Духи рода они помогают вам достичь самой вершины достичь этой цели или этих целей. И когда дело доходит до вашей карьеры, они как будто бы отправляли в духи рода вам группу целую гениальных идей или целый перечень гениальных идей, понимаете. И вы возможно недавно уже поняли, что прям таки вау, я получаю много действительно отличных идей, я чувствую себя вдохновленным человеком, действительно вдохновленным, я чувствую, что я много замечательных идей хочу воплощать в жизнь, и они приходят ко мне, и я их воплощаю, я их воплощаю, вы как бы вдохновлены в последнее время, прямо сейчас у вас есть вдохновение, у вас есть идеи, и это все исходит от ваших духов рода, это все исходит от вашей силы рода, чтобы помочь вам подняться по лестнице наверх к вашему успеху, да, ну там например по карьерной лестнице, или стать хозяином фирмы, или хозяйкой, или там в учебе пробиться на самый верх, да, то есть они настроены на то, чтобы вы проявляли себя именно как полезный человек, они настроены на то, чтобы вас полностью поддерживать, давайте еще пару карт добавим, покажу, покажу поближе, семерка кубков, вот они ваши идеи, ваша фантазия, ваше творчество, да, и восьмерка пентаклей, вот я же говорю, то есть духи рода, они указывают на вас, они сейчас прям мне показывают на вас, и говорят, ну какой же это талантливый представитель нашего рода, он чувствует силу себе, которую мы ему даем, у него нет препятствий для того, чтобы чувствовать эту силу, и ну я думаю, что вот вдохновение, которое у вас есть, да, поможет вам в скором времени дойти до самой вершины в этом мире, стать, может быть, богатым человеком, благодаря вашей фантазии и трудоспособности, благодаря вашим вот этим талантам, которые у вас есть, и много полезных людей, скорее всего, общаются с вами, хотят помочь вам, их тоже послали наставники и духи рода, люди пытаются связаться с вами, они хотят сотрудничать с вами, они восхищаются вами, они оценивают вас, и ваши духи рода, они мне говорят, что мы помогаем проявить себя через людей, мы помогаем поддержать через людей, которые приходят в вашу жизнь и хотят с вами, допустим, там общаться, сотрудничать, видите, они вам очень помогают, они вас окружили любовью своей, и они говорят мне, что вы заслуживаете, заслуживаете любви, вот, вот не знаю, заслуживаете всей любви этого мира, всей вселенной, да, они, конечно, вас объединяют сейчас людьми, которые действительно ценят вас как душу и как ценят вашу энергию, что ли, понимаете, то есть вам посылают прям безусловную любовь, давайте еще немножечко тут дополним, восьмерка кубков, пятерка жезлов, окей, ну что, что тут скажут карты, да, карты показывают, что да, вы не в очень-то легкой среде находитесь, ну, это действительно так, да, есть люди, которые ценят вас, которые, ну, понимают ваши заслуги, да, что вы действительно работаете над собой постоянно, что у вас повышается мотивация, решимость, боевой дух, сила, чтобы идти к своим целям, но есть те, кто составляют вам преграды, препятствия, да, вы не смотрите на свои трудности, вы просто идете и перешагиваете, да, вы просто идете и перешагиваете, вы не смотрите на свои трудности, но они есть, у вас даже бывают неудачи, вы не позволяете просто этому сбить вас с толку, не позволяете конкурентам сдержать вас, вы смотрите на приз, вот тот приз, который перед вами и идете за ним на пролом, вы верны своему воинскому духу и, не знаю, там, произносите боевой клич, несмотря на трудности, бесстрашно рветесь вперед, вот духи рода мне о вас такую информацию говорят и я понимаю, насколько, насколько вы вторая позиция обалденные люди, реально, если у вас есть какой-то страх, вы даже не позволяете этому страху проявиться, вы его не позволяете себе показывать другим, вы показываете, что вы храбрый, бесстрашный человек, но они хотят, духи рода, они хотят вас поздравить, что у вас есть такое вот расширение возможностей, интересно, давайте еще посмотрим, тут что скажут карты, так, тут у нас девятка кубков карта, такая хорошая, да, двойка пентаклей, королева мечей, так, ну, хорошо, что еще говорят духи рода вашего, они показывают, что у вас могут быть очень счастливые отношения, то есть, как будто бы вы последнее время чувствуете вот как бы от людей, да, какой-то импульс, как возбуждение, и вот, не знаю, мне кажется, духи рода, они тоже вам посылают людей, от которых вы чувствуете энергию, возбуждение, восхищение, там, я не знаю, сексуальное влечение, но у вас могут быть очень серьезные отношения именно с человеком, который вас правда достоин, и который тоже самодисциплинирован, и тоже лидер по натуре, вообще слабые люди не совсем-то для вас, то есть, человек, даже если он был бы теплым, заботливым, через некоторое время, почему-то так бы случилось, что вы, может быть, раздавили бы его, ну вот бывает такое, авторитетом своим, но вам нужен кто-то, кто подстать вам, понимаете, кто подстать вам, вот смотрите, у нас тут есть кто-то, кто подстать вам, да, и у нас здесь есть кто-то, кто, скорее всего, показывает в чем-то и вас, и, либо наоборот, рода, и, конечно, есть сомнения, или они будут в ближайший месяц, но, если бы был кто-то другой, этот бы человек не выдержал, вам, вам дается от духов рода сильный кто-то, кто равен с вами, понимаете, вам в ближайший месяц придут благословения от духов рода, и даже наставления, как вести правильно личную жизнь, они хотят вам дать надежду на лучшее будущее именно в личной жизни, потому что в работе вы прям очень-очень сильны, очень, понимаете, и, соответственно, личная жизнь у вас немножечко может из-за этого страдать, что ли, правильно же, поэтому вот они хотят вам дать благословение на личную жизнь, на то, чтобы эта личная жизнь просто постоянно улучшалась, по сути, вот эти благословения от духов рода, они дают всегда разум в отношениях, вот как будто бы человек, когда получает это благословение, точно видит своего партнера или партнершу чуть ли не насквозь, и понимает, вот мой это человек или не мой, вам нужно это понимание, вам нужно вот это осознание внутри себя, мой это человек или не мой, это для вас просто необходимо сделать этот выбор, у вас, между прочим, судя по этим картам, очень сильно укрепляется сейчас интуиция, и как работать начинает третий глаз, и соответственно вы начинаете принимать не только логичные решения, еще и интуитивные решения, видите, королева пентаклей, то есть не только логичные решения, еще и интуитивные решения, и отшельник, вот я же говорю духовное развитие, развитие интуиции, развитие третьего глаза у вас идет, вот, то есть вы принимаете как в личной жизни уже интуитивные решения и скоро будете принимать их еще больше, так и в работе, в карьере, в учебе ну в учебе в работе, в карьере скорее всего уже давно даже, да а вот в личной жизни как будто бы духи рода только ведут вас к тому, чтобы ваш третий глаз работал как можно больше да, ну на самом деле вот у каждого есть чакры да, вот вы наверное слышали, чакры энергетические точки и когда третий глаз работает хорошо, то есть вот чакры, энергетические точки тоже хорошо работают значит ваша интуиция в порядке и это все потому, что духи рода, они полностью с вами на коннекте они полностью вам помогают использовать свою интуицию для принятия очень каких-то мудрых решений в вашей жизни, важных решений в жизни, особенно в работе соответственно у вас есть чувство желания работать чувство желания быть полезным и показать то, что вы знаете другим людям вот поэтому я вам так скажу, что да, тут очень хороший расклад на будущее то есть будущее у вас самое что не наесть цвет духи рода это точно показали то есть как бы вашим будущим как будто бы правит Юпитер да хорошо, давайте немножечко еще на Ленорман посмотрим что выпадет Лилии Лилии Солнце Метла Карты в принципе неплохие карты в принципе неплохие добавляют тут духи рода на самом деле здесь вот такое чувство что несколько ваших желаний в будущем даже уже в ближайшем месяце начнут исполняться одновременно вот те цели которые вы себе ставили вот такое чувство что тяжелые времена в жизни у вас закончились да, у вас были трудные времена вы преодолевали все препятствия может вы их не заметили перескочили но я думаю что вы точно заметили и когда вы преодолевали вот эти вот тяжелые времена вы понимали что да, жизнь не всегда сахар но сейчас они закончились вот это точно показали Карты Ленорман что у вас трудные времена точно закончились в жизни, и это действительно хороший знак, это действительно солнце, да, хороший знак выпал. Конечно, я волнуюсь за вас, потому что я понимаю, что сильный человек, он нуждается все равно в поддержке всегда, потому что сама сильный человек, и я знаю, что это такое, когда тебя видят сильным, и когда тебе никто не хочет давать поддержку просто потому, что ты очень сильный человек. Никто не хочет, все ждут от тебя, поддержки, денег, еще чего-то, но поддержать тебя кто хочет. И вот это действительно, вам нужна поддержка, и духи рода, они вам посылают эту поддержку. Они говорят, трудный период в жизни закончился. Вы скоро получите ясность в работе и в деньгах, это совершенно точно. И более того, у вас прям карьера, это вот уже много карты показало, карьера и богатство идет в жизни. Прям полное вознаграждение за все эти препятствия, которые вы прошли. У вас идет, в ближайший месяц вы прям увидите позитивное движение в жизни, особенно в деньгах и в карьере. Вы уже это чувствуете, скорее всего. Идет новое начало какое-то. И соответственно, вот уже к полнолунию 10 сентября вы почувствуете что-то такое особенное. А к следующему новолунию вы уже почувствуете, знаете, что отпустило полностью. И с новолуния у вас идет тоже начало новой жизни. И вот такой вот прям как второй день рождения. Не знаю, как сказать. Что-то такое потрясающее. То есть идут исполнения желаний, да. Но в личной жизни тоже прорыв. Мы же видим АЭС-то. Однако, в связи с развитием личной жизни в будущем, позже уже, позже, не в течение месяца, конечно, позже, будет, возможно, переезд или как бы даже совьете гнездышко, построите новый дом или еще что-то. Вы как будто вы что-то видели в самых сокровенных снах о вашей жизни. И духи рода напоминают, что вы не просто так эти сны видели. Во-первых, что они сбудутся. А во-вторых, сам факт, что вы видели эти сны, вам должно о чем-то говорить. То есть, они вам посылали эти сны о вашем будущем. они посылали вам сны о том, что у вас будет. Это были вещи сны, понимаете? Именно вещи сны. Это видно по картам, что были вещи сны. Хорошо. Почему-то мне кажется, мне кажется, что вот ближайший месяц, 30-е, 31-е, 11-е, 17-е число для вас самое счастливое. Вот не знаю. Обратите внимание на эти дни вообще. Особенно, вот смотрите, 11-е, это же день сразу же после полнолуния, следующий день. Обратите внимание. И это как раз день конца вашего трудного периода, полного конца. То есть всё в течение двух недель потом уходит этот трудный период, он пошёл на нет. Убывает. Я ещё добавлю здесь луна. Видите? О чём я только что говорила? Духи рода. Вот я говорю, я когда провожу такие именно спиритические сеансы, когда я чувствую именно с помощью своих способностей ваших духов, они отвечают. Я только что говорила полностью про Луну, про вашу взаимосвязь с Луной и то, что от лунных циклов у вас будет зависеть перемена в будущем и вышла Луна. Вышла гадалка. Гадалка. Это я. И мужчина. Интересно. Интересно. Ну, у вас много, правда, мужской энергии. Тоже это нельзя выпускать из вида, конечно. Но я вам так скажу, что если вы сейчас ну, либо в сложных отношениях, либо не вместе с кем-то, вот обязательно что-то вот прям будет очень хорошее в личной жизни скоро. Могут быть серьезные отношения, однако не без препятствий, конечно. Не без препятствий. Возможно, вы придерживаетесь в жизни дисциплины, графика, и вы, не знаю, тренируетесь, например. или вы, ну, допустим, вовремя делаете уборку, да, соблюдаете вот весь график жизни. Вот как будто бы вы хотите, чтобы все было идеально, вот судя по этим картам, чтобы все было идеально. И это тоже дали вам, ну, это ваше наследие, да, тоже дали представители вашего рода. и вот такое чувство, что это вам играет полностью на руку. То есть, чем больше вы себя будете дисциплинировать, чем больше вы будете стараться для себя, поддерживать здоровый образ жизни, здоровую обстановку вокруг себя, медитацию, график в работе, тем больше вы будете наращивать благосостояние и ваше тело, ваша душа, дух, да, все будет в гармонии. Вот у вас так идет. И, соответственно, скоро вы будете встречаться, общаться с очень большим количеством людей, но самое главное это будет какой-то мужчина. То есть, какой-то мужчина сыграет в вашей судьбе очень важную роль, даст даже какой-то, знаете, как толчок трансформации еще больший. Вы уже очень притягательный человек, поэтому вы общаетесь уже с нужными людьми и будете общаться все больше. Многие тянутся к вам просто потому, что у вас очень мощная энергия. И вы понимаете свою внутреннюю свободу, свою беззаботную натуру и свою сильную натуру. У вас очень много огненной энергии внутренней и в то же время есть энергия воды. То есть, вот они как-то так обычно они у всех борются, а у вас сочетаются. То есть, вы из-за этого кажетесь очень волнующим человеком. Люди чувствуют к вам влечение, потому что они знают что-то о вас, как бы подсознательно, что вокруг вас будет происходить что-то интересное. Вы знаете, люди как бы взволнованы вашей энергией, особенно противоположный пол. и вы можете заметить, что в следующий месяц будет много сообщений, звонков, встреч. Вот вы будете окружены, не знаю, друзьями, коллегами. Они будут просто хотеть быть рядом с вами, понимаете? Потому что у вас очень крутая энергия. Вы становитесь сильнее, сильнее, сильнее. И да, это поднимает настроение людям окружающим. то есть возможно люди будут воспринимать вас, что с вами можно даже отправиться в какое-то приключение, понимаете? Этим можно пользоваться, допустим, в плане зарабатывания денег или укрепления себя в обществе, в социуме. Вы не должны позволять страху сдерживать вас. Вот помните, что раз луна влияет на вас, дружите с ней. Дружите, потому что у вас не должно быть страхов. У вас должно быть все самое лучшее внутри. Соответственно, вот эти благословения, которые придут в скором времени, это все для вас и это все вы должны принять, то есть научиться принимать. Что скажут карты лейдинга для вас? так. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Хм-хм. Ой, хорошо. Хорошо, выхожу на связь дальше с вашими духами, здесь такое ощущение, что придется сначала подождать чего-то, вы подождете, как будто бы чего-то очень интересного в вашей жизни, необычного, или как будто появление какого-то необычного человека. И это принесет вам в жизни вот как будто построение даже как империи какой-то. Также карты говорят, что с этим человеком, который скоро появится в вашей жизни, вот вы его ждете как бы, подождете этого необычного странного человека, не знаю, с ним будет связано очень много в будущем, то есть как будто это связь прямо на всю жизнь. Может быть это дружба, может работа, может быть любовь, но вы скоро будете прибавлять в финансах срочно, ну вот прям даже срочные какие-то деньги будут. И это будет для вас знак, что после этого вы ожидаете в свою жизнь очень необычного вот этого человека. Я это так вижу, духи так мне говорят, что в вашей жизни кто-то сыграет неимоверно интересную роль, роль начала вашей собственной империи. Вот именно так, империи, такое слово даже идет. И соответственно небольшое усилие нужно будет сделать, небольшое ожидание, небольшое усилие. И в вашей жизни все развернется, вот вы как взлетите по лестнице успеха и начнется совершенно новая реальность. А человек для вас останется вот как раз и навсегда кто-то, кто будет всегда для вас, не знаю, интересным очень. Вот знаете, бывают такие неординарные люди, с которых хочется брать пример, свежие идеи, вдохновение. То есть мы не всегда можем быть в таком состоянии, как вы сейчас, да? Не всегда можем быть на подъеме ни вы, ни кто-то другой. И вот этот человек, он будет для вас как индикатор такой, да? Что если вы что-то начали как-то себе там пессимизм внушать, раз вы смотрите на этого человека, и он совершенно становится вот как будто бы для вас таким примером, которому хочется подражать, у которого вы берете новые и свежие идеи, и снова вдохновились, снова начали идти вперед, работать, радоваться жизни, понимаете? Да, вы раньше, может быть, и не слушали свою интуицию, или сомневали своей интуиции, или не предпринимали действий в соответствии со своей интуицией. Но сейчас вы будете только основываться на своей интуиции. Это прекрасно, я считаю. Так что ваши духи рода, они хотят, чтобы был этот расклад, да? Они хотели вам это всё сказать. И привести вас к тому, что они как бы уже говорили. И хотели бы, чтобы вы снова услышали. И даже в жизни у вас будет немножко смена направления, но они хотят вас об этом именно предупредить, да? Что будет смена направления, но очень сильно вверх. Ну и вверх именно в ваше создание, в вашу империю. Да, такое бывает, что человек строит свою империю. Не на кого-то работает, да? А у него есть что-то вот такое своё. То, что он создал, родил, там, я не знаю, воспитал и построил основательно. Вот. Поэтому у вас могут быть в ближайшие полгода даже очень крупные покупки. Ну, такие, как покупка дома, машины, квартиры, офиса, своего уже. Может быть, это растянется чуть-чуть, ну, году, например, если у вас, смотря какое у вас сейчас, да, жизненное положение. И, ну, да, у вас могут быть отношения, но главное избегать в этих отношениях сплетен, да? Да, сплетни – это вызов на самом деле. То есть, когда особенно вы богаты, в будущем у вас хорошее будущее, сплетни – это настоящий вызов. Те, кто могут о вас сплетничать, они вам, конечно, завидовать будут. И вам нужно помнить, что тот человек, который рядом, это ваш человек, а те, кто сплетничают и завидуют, они уж точно не могут быть вашим человеком, да? Вот. Поэтому помните об этом. Ну, вот такие благословения, вот такие откровения от духов рода для позиции номер два. А мы идем дальше. К позиции номер три, да, номер три. Что вам хотят сказать духи вашего рода? Что вам хотят сказать духи рода? Что вам хотят сказать духи рода? Ой, я уронила, я уронила этот ключ. Сейчас я его найду. Вот видите, я его повторила несколько раз, да, что вам хотят сказать духи рода. Они пришли. Они пришли, и я уронила ключ. Ключ, сейчас я его буду искать, все равно найду этот ключ, чтобы рассказать все позиции номер 3, где же ты ключ, я его не нашла, ну хорошо, вы же помните, да, что у вас есть тут ключ, да, я его потом найду, он у меня закатился куда-то, по-настоящему, вы помните, что вы выбирали ключ, хорошо, Итак, первая карта описывает вас, кто вы, ну вы у нас правосудие, хорошая карта, старший аркан, значит человек опытный, значит человек все-таки на стороне справедливости, да, но и все-таки человек с такой кармической нагрузкой, очень серьезной, что еще могу про вас тут сказать? Ну я немножко впечатлена даже тем, что вытащила именно правосудие на вас, правда, очень, ну как-то даже удивительно, однако я чувствую уже, что идут ваши духи рода сюда, потому что это кармическая карта, у вас есть, может быть в последнее время в жизни чувство расширения ваших возможностей, вот как будто бы мы видим, да, на карте есть некое, не знаю, как пламя, да, вот вы как будто бы как воспламеняетесь, или может быть озарение какое-то идет в вашей жизни в последнее время, и вот такое чувство, что у вас даже как огонь появляется в животе, что ли, в желудке, или вот вокруг пупа, например, То есть вот такое у меня почему-то создалось впечатление, что вы чувствуете вот это вот как какое-то озарение и какой-то внутренний огонь, жар, что ли, жар, вот как раскрытие идет вашей уверенности, вашей смелости, и пора снимать повязку, да, с нашей фемиды Давайте добавим здесь карты Повешенные Тройка кубков Вот видите, как интересно Я то, что говорю, у вас это проявляется сразу же в картах дальше, да, то есть карты просто продолжают мою речь, потому что ваши духи рода, они сейчас на связи То есть я использую здесь не только чтение Таро, а еще и свои экстрасенсорные способности И соответственно Ваши духи рода, они хотят добавить вам смелости И вы скоро будете просто лететь к своей судьбе Вот с большой ясностью, с большой силой Потому что духи рода, они помогают вам понять, какова ваша судьба И они помогают вам двигаться по этой судьбе именно с мужеством и силой С внутренним знанием, с внутренним чутьеем, которое я здесь чувствую То есть вот это внутреннее знание, оно есть у повешенного в любом случае А это ваш полет к вашей счастливой судьбе К тому, что будет И да, здесь может быть такое, может быть такое, что вы влюбляетесь Потому что тройка кубков, что вы можете влюбляться И вам нужна как решительность какая-то сделать выбор в любви, понимаете? Может быть вы в скором времени влюбитесь Может чуть попозже, но вопреки другим отношениям Вот такое чувство по этим картам Либо вам просто нужно будет сделать сложный выбор в любви Но это неизбежно То есть это именно то, что вам посылают духи рода Также карты здесь показывают, что вы снова начинаете любить жизнь Что ваша личная сила увеличивается Ну тем более, что вы прям были в подвешенном состоянии Вы начали понимать саму суть жизни, да? И выходите из этого, обретаете силу фемиды, силу правосудия Отрабатываете уже тяжелую карму И выходите в тройку кубков, в карту счастья, праздника И в то же время любовного выбора Духи рода, они считают, что у вас расширяются возможности Особенно у некоторых из вас это наиболее вот прям сильно происходит И это прям отсюда слышу И появляется любовь к себе Любовь к своей жизни И любовь к тому, кто вы есть Умение принять свою судьбу Принять свой уникальный путь у вас появляется Соответственно, вы проходите какие-то, может быть, испытания Но у вас как будто бы идет смена в счастливую сторону То есть именно в счастливую сторону Давайте добавим здесь пару карт Звезда Вот я говорю смена в счастливую сторону И сразу звезда Видите, духи рода на связи Четверка кубков Что говорят карты? Ну, естественно, о том, что вы даже вот раньше этой возможности Не видели своей Но сейчас у вас пойдет очень быстрое движение Именно к, возможно, известности, популярности У вас как будто бы энергия становится качественно другой в скором будущем Не прямо сейчас А именно в скором будущем она будет качественно другой И, соответственно, вот-вот произойдет что-то неординарное Вы как бы будете быстро двигаться вперед Вы будете начинать смотреть с оптимизмом в будущее У вас будет больше таких вдохновенных качеств для других людей И, соответственно, ну, может такое быть, что Да, грустно над какими-то людьми Которые в вашей жизни оставили вас Да, грустно И, может быть, кто-то, не знаю, там, бросил вас Кто-то предал вас Над ними грустно, потому что вы их уважали В вашей жизни может не хватать дружбы или родства Хотя есть энергия людей Но вас многие как будто бы разочаровали, понимаете Вы делаете этот скачок вперед Вы начинаете использовать свои возможности Вы становитесь качественно другим человеком Но при этом, да, есть этот момент Какого-то воспоминания о прошлом О сожалению о людях Вам кажется иногда, что вы несправедливая жертва Но это не так Вы отрабатывали карму, причем собственную Причем из прошлых жизней И, может быть, даже часть из этой жизни Понимаете Вам кажется, что люди соперничали вокруг вас Завидовали там вашим родственникам вам Там ненавидели вас И вот что это было очень плохо Но на самом деле любое препятствие Это ваш рост настоящий Вы должны быть благодарны Духи рода хотят, чтобы вы были Именно благодарны тем испытаниям Которые люди вам учинили Понимаете Потому что они были посланы не зря вам Они были посланы, чтобы вас, так скажем, натренировать Так, дальше у нас паз жезлов Шут И тройка жезлов Замечательные карты Они показывают, что Да, у вас есть новый путь Новая жизнь в будущем У вас, может быть, были какие-то там Плохие коллеги по работе Друзья нехорошие Кто-то с вами соперничал Прямо с друзей, скорее всего И вы думали Ну, блин, ну Почему я вообще приманивала таких людей? Почему? Или приманивала, да, к себе там в жизни Почему так было, что Я обрастала там такими Нехорошими людьми? Но вот когда вы почувствовали сейчас Что-то в своем животе Солнечном сплетении Вот такое, как жар Вы понимаете, что Скоро вы приманите Привлечете к себе Совершенно других Вот качественно людей Совершенно новых Вот как будто бы Пройдет немножко времени И у вас появятся настоящие Заинтересованные в вас люди Друзья И может быть даже Какой-то новый Любимый человек Бывает такое, что В старом человеке Разочаровываешься Даже если ты еще Любишь, но ты Разочаровываешься в нем Почему-то, да И это разочарование Оно мешает жить И такое чувство, что Нужно вот как бы Встретить кого-то И сделать свой выбор И вас как бы Судьба вот так Ведет туда Вы можете сделать выбор В сторону прошлого Можете сделать выбор В сторону будущего Это только ваш выбор Собственный Однако новые люди С творческой искрой Да Они придут в вашу жизнь И они Наделят вас Способностью Воплощать свои мечты В реальность Люди раньше Как будто бы Опасались вас Что ли Многие Или даже Сейчас Опасаются Потому что Чувствуют что-то Вот такое Как угрозу Но этого не будет В будущем Это все Упадет Уйдет Отстанет от вас Так скажем Да Такой вид энергии И вы станете Качественно С другой энергией С очень привлекательной Приятной Вот духи рода Они прям передают Мне эту информацию Я это слышу Что вы вступаете В свои полномочия Что у вас есть Предназначение И вы только Вступаете В свои полномочия Конечно Я понимаю Я вас понимаю Что вы страдали Да И вы будете Принимать себя Вы испытаете Вот это Принятие себя И своей судьбы И духи Они позволяют Вам Осуществить Это принятие Они хотят Чтобы вы Осуществили Это принятие Понимаете Хорошо Давайте еще Карты Добавим Из колоды Ленорман Змея Развилка Развилка Якорь Дом Сейчас я немножечко Сконцентрируюсь Что духи рода Тут хотят сказать Что они хотят сказать Да Есть какой-то человек Токсичный В вашей жизни Кто Уже давно Должен был Покинуть Вашу жизнь Но еще Скорее всего Присутствует И только В довольно Скором Будущем Довольно Скором Будущем Духи рода Они подсказывают Что этот человек Уйдет Из вашей жизни Уйдет По дороге Которой Вы не следуете Вот так Вы по развилке Последуете В одну сторону А змея В другую Почему вообще Были Недоброжелатели Почему Этот человек Токсичный До сих пор Оставался Вот Чувство было У них У этих людей Что им угрожает Ваша Собственная мощь И сила То есть В духе рода Они всегда Вам на самом деле Помогали И вы Как будто бы Проходили Через испытания Но с поддержкой Все равно И вот Почему-то Многие Чувствовали От вас Настоящую Угрозу И конкуренцию Как будто бы Они знали Что однажды Вы расцветете И Сместите их Ну в принципе Так оно и будет Вот понимаете Так оно и будет Что они Уйдут С вашей дороги И не просто уйдут А вы их сместите Вы можете даже Занять В каком-то смысле Как будто бы Их место Ну в лучшем смысле Да То есть Допустим У них было Богатое место Счастливое место Да Там Вот в этом смысле Там Руководящее место У вас Как будто бы Идет Дух рода Такой основной Какой-то И он Не знаю С неба Смотрит С высоты На вас Вот так Я это вижу Что он Летает над вами И смотрит на вас Со своим острым взглядом Как орел может быть Да И если вы Беспокоитесь О ваших врагах Если вы Беспокоитесь О ваших Недоброжелателях Вы зря О них Беспокоитесь Он Своим острым взглядом Видит Всех ваших врагов И готов Нападать на них И истреблять их Поэтому они Вас боятся Поэтому они Враждуют с вами Потому что Они знают О вашей невероятной Защите Да Может быть Эта змея Хочет Мешать Вашему успеху Распространять Ложь Драматизировать Вокруг вас Какие-то события Но Духи рода Помогают вам Избавиться От нее Развести ваши пути Вы знаете Есть ритуал Мы его делаем Разведение путей С врагами И вот тут Духи рода Они сами Вместо практиков Они делают вам Разведение путей С врагами Особенно С основным Каким-то Одним врагом Вы можете Быть даже Окружены Несколькими Врагами Но Но Эти люди Все уйдут Из вашей жизни В очень скором Времени Причем Они за все Поплатятся Они завидуют Вам И Они будут Прятаться От вас Понимаете Именно Прятаться Они Они очень Глупые Они Ревнивые Они Гадкие Но Они Будут Прятаться От вас И Может быть Вы даже Кого-то Из них Когда-то Считали Своими Друзьями И вы Думали Что они Вас Любили Но Они Вас Подставили И подвели Вот У вас Много От Карта Идет Именно Такой Информации То есть Что Вас Убивали С толку Что О вас Сплетничали Что Они С ума Вас Сводили Вот В этом Тяжелая Ваша Карма Что Многие Пытались Вставлять Палки В колеса Неприятный Соревновательный Дух Хотели Вас Заставить Потерпеть Неудачу Хотели Вас Снять С высоты Вот С вашей Используя Может быть Какие-то Сплетни Моральное Превосходство Над вами Пытались Взять Но Это Не сработало И Это Не сработает Духи Рода Они Отгоняют От вас Этих Людей И Вы Вошли Сейчас Что-то Новое Вы Знаете Такое Усиленное Состояние Да Вы Потеряете Некоторых Людей Которых Считали Даже Может быть Да Вы даже Может не знали Что они Ваши враги Вы Потеряете Даже Может быть Тех Кого Вы считали Приятелями Друзьями Но Тех Вот Вы Увидите Входите Сейчас В новую Эру И Вы Увидите Кого Вы Теряете Это И Ваши Враги Даже Если Ушел Друг Если Ушел Друг Но Это Не значит Что Он Был Друг Ваш Может Быть Это И Уходить Это Подстава От вас Уходит А не Друзья У вас Будут Другие Друзья Совершенно Хорошие Славные Вот Вот Видите Духи рода Они Говорят Со мной Через Меня С вами Потому Что Я сказала Друзья Будут С вами Друзья И вышла Собака Это Карта Верных Друзей Представляете Именно Верных Друзей Письмо Книга Интересно Вы знаете Карты Здесь Показывают Очень Много Необычных Событий В скором Времени То есть Вы Как будто Действительно Обрастете Настоящими Друзьями Настоящими Людьми Которые Вас Правда Любят Которые Вас Правда Ценят Которые С вами Готовы Дружить Вы Направляетесь К празднованию Вашей Победы К своему Успеху К процветанию И вы Это Проявляете Уже То есть У вас Сила Проявления Есть Уже Это делать Вот Запоминайте Что У человека Когда у него Должно Что-то Прекрасное Хорошее Случиться В жизни Да Оно У него Прописывается В поле Задолго До Того Как он Это Ну Как у него Это Случится И у вас Это Уже Прописано То есть Духи Торода Они Уже Видят Что В скором Времени У вас Будет Все Очень Хорошо И что Вы Действительно Будете Процветать И И вы Действительно Ну Не знаю Как будто На следующий День От Просмотра Этого Видео Уже Почувствуете Какие-то Новости Да Вот Какие-то Искорки Этого Идет Письмо Вам Идет Какое-то Какое-то Сообщение Какой-то Разговор Какая-то Раскрывается Тайна Перед Вами Книга Тайна Да И это Письмо От кого-то Верного Вам Кого-то Кто Нужен Вам Понимаете Новость Какая-то Разговор Какой-то Это все Будет Очень Положительным И с этого Начнется Ваш прорыв Ваша Победа Будет С этого Начинаться С письма Да Или Сообщение Какого-то Ну На самом Деле Духи Рода Они знают Что вы Их Чувствуете Они знают Что Вот Они вас Ведут А вы Это Чувствуете Уже И Вы Начинаете Углубляться В себя Разбираться В себе Они Мне Говорят Что Очень Скоро Вас ждет Что-то Очень Большое Что-то Большое Прям Уже В ближайшие Дней 30 Месяц Это Будет Уже Чувствоваться Вами Что Что-то Такое Произойдет Действительно Хорошее И вам Нужно Избавляться От негативной Энергии Тянуть К себе Только Позитивную Энергию Только Позитивную То есть Вот Настолько Хорошее Событие Оно Оно Уже Бежит Вашу Жизнь Что Вам Нельзя Культивировать В себе Ничего Плохого Не Привлекайте Негативными Мыслями В свою Жизнь Что-то Плохое Соответственно Соответственно У вас Усиливается Привлекательность Сексуальная В скором Времени Вы Узнаете Эту Тайну Вы Узнаете Вот Эту Новость И у вас Привлекательность Магнетизм Усиливается Во сто Крат Именно Потому Что К вам Несется Большой Столб Энергии То есть Вот Именно Он Концентрируется Как будто Бы Как Может быть В солнечном Сплетении Также В крестце Также В районе Сексуальной Чакры Вот У меня Прям Образ В голове Что Вы Полны Будете Сексуальной Энергии Вот Я говорю Вот Опять Вор Да Вот Почему Потому Что Понятное Дело Что У вас Есть Эти Враги Да Вот Есть Эти Враги Это Правда Но Они Все Просто Падут Эти Враги Что Я тут Хочу Сказать Сейчас Немножко Сконцентрируюсь Что я хочу Вам Сказать Здесь Духов Родом У вас Уже Будет В скором Времени Как будто Притяжение Любви Вашу Жизнь И Отталкивание Ваших Врагов То есть Вор Уходит Из Вашей Жизни А на Смену Ему Приходит Приличный Человек Может быть Этот Вор Воровал Вашу Энергию Там Да Даже Сексуально Вот Бывает Такое Что Вы Лишаетесь Сексуальной Энергии Снижается Лебедо Если вы Такое Чувствовали То У вас Возможно Воровали И сексуальную Энергию Тоже И вы Получите В скором Времени Очень много Романтического Внимания До такой Степени Что у вас От кого-то Будет болеть Голова Как говорят Да То есть Ты Совсем Много Мне уделяешь Внимания Я уже Больше Не могу То есть Вы будете Вот как Мужчина Видите Вы будете От кого-то И испытывать Столько Внимания Потому что У вас Взрыв Сексуальной Энергии Что Вас Будет Даже От этого Человека Уже Как-то Не очень Да Вот Уже Даже Как-то Скажете Ну Слишком Много Внимания К вам Будут Смотреть На улице Приближаться Люди Замечать Рассматривать Вот как-то Именно Рассматривать Будет Много Людей То есть Вы будете Усиливать Личный Магнетизм И вас Будет Рассматривать Много Людей А кто-то Именно Станет К вам Абсолютно Навязчивым Это верный Хороший Любимый Может быть Человек Но Бывает Его Слишком Просто Много Да Может Вы Даже Сосредоточите Себя Своё Внимание На здоровье Будете Ходить Спортзал Там Да Заниматься Йогой Или диету Себе Устроите Или Косметолог Или Ещё Что-то Вот Вы будете Просто Очень Очень Привлекательны Для Других Людей Женщин Для Мужчин Неважно И Мне кажется Вы прям Сосредоточьтесь На заботе О себе То есть Как будто Ваше Тело Вы Будете Смотреть С высока На ваше Тело И Говорить Себе Что Вы Ни за что Не хотите Его портить Что Вы его Любите Любите По-настоящему А когда Я люблю По-настоящему Я забочусь Я готов Жертвовать С собой Своими Хотелками Да То есть Вы Полюбите Своё тело Прямо По-настоящему И Вы будете Привлекать Больше Внимания Соответственно Вот Смотрите Тут Карты Какие Да Эти Карты Они Показывают Что У вас Идёт От Духов Рода Благословение На богатство На процветание Ну и Также На Романтические Свидания На отношения Где Вы Будете Держаться За человека Крепко Он Будет Втрижды Крепче Держаться За вас Если Вы Были Одиноки То Для вас Это Играет На руку Но Если Вы Не Одиноки Вам Будет Сложно Делать Этот Выбор То есть Даже Хочется Сказать Что Пусть События Декут Помедленнее Все Слишком Быстро Развивается Вашей Жизни Будет Развиваться Так Быстро Что Вы Не Будете Понимать Вообще Что Произошло Все Все Кувырком И Все В лучшую Сторону Может Быть Вы Плачете По ночам Вот Так Мне Показывают Духи Вашего Рода Что Вы Бывает Плачете По ночам Вам Нужно Перестать Осуждать Себя Потому Что Вы Вы Слишком Погрузились Погружаетесь Периодически В негатив И Вы Не Верите В себя Осуждаете Себя Периодически У Вас Это Наплывами Происходит И Вам Нужно Понять Что Плакать Это Нормально И Вы Безопасности Вас Никто Не Осудит За То Что Вы Можете Плакать Или Переживать О чем То Или Бояться Но Я Чувствую Вот Это Что У Вас И Бывают Такие Периоды И Они Они Скоро Тоже Потихоньку Сойдут На Нет Я Не Горю Что Вот Так Да Но Потихоньку Они Сойдут На Нет И У Вас Будет Все По Другому У Вас Много Семейной Кармы Это Правда Карма Роза Тоже То есть Не Только Карма Ваших Прошлых Жизней Но И Семейной И Да Может Быть Такое Что Даже Есть Как Семейный Мусор Который Собрался И Который Из Дома Так И Не Вынесли Знаете Говорят Что Из Дома Мусор Не Выноси Вот Он Так И Остался Дома Это Семейная Карма Это Тяжесть Семейная Карма И Вы Можете Быть В Натянутых Очень Отношениях Даже С Близкими Людми Даже С Любимым Человеком ДНК Можно На самом деле Перепрограммировать Нужно Просто На Это Медитировать Постоянно И Вы Знаете Даже Если У вас Еще Нет Детей Но Будут Вы Можете Исправить Им Карму Рода Просто Начав Медитировать На ДНК И И Исправлять Его Мысленно Как Вы Себе Представляете Это Не Обязательно По Научному Исправлять Вот Просто Вы Будете Испытывать Меньше Негатива Меньше Физических Болезней Меньше Беспокойства Отчаяния Вот Вам Не нужно Будет Там Не знаю Кровь Вашу Чистить Да Вам Нужно Будет По-другому Совершенно Воспринимать Эту Жизнь И Это Благодаря Вот Этой Работе Внутренней То Есть Просто Медитация Хотя Да И Что Вы Исправляете Своё ДНК Ну Вот Здесь Да Карты Это Говорят И Они Говорят О том Что Вы Можете Прийти К Лучшей Жизни Гораздо Лучшей То Есть Богатство Процветанию К Любви И К Здоровью Ну Просто Вот Нужно Отдаться Да Вот Новые Вот Этой Жизни Тому Что Вас Благословили Вот Так Высшие Силы И Духи Рода И Что Они Ведут Вас К победам К счастью К тому Чтобы У вас Все Улучшилось Просто Расслабьтесь И пусть Они Вас Ведут За Руку А Вы Должны Себя Простить Враги Отпадут Враги Враги С вами Разойдутся Ну Вот Такая У нас Третья Позиция Всем Спасибо За Внимание Жду Что Вы Продолжите Смотреть Мой Канал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Всем Пока Нов Встреч Продолжение следует